Чемпионат мира 2010 Велось некоторое несчастье с другим нашим фигуристом. У него лопнул конек и в результате мы его из вида потеряли даже больше чем Сергея. Ну а сейчас Сергей возвращается. Возвращается в качестве бронзового призера чемпионата России. Уже выступал Сергей в нынешнем сезоне на этапах гран-при. В частности в Москве мы увидели. Но тогда он выступил не слишком успешно. В Таранске выглядел гораздо более впечатляемо. Помимо этого также в текущей разминке представлены представитель Белоруссии Виталий Лучинок, Павел Каско из Чехии, эстонец Виктор Романенков, Манигас Ким Люсин и Шафид Бесегье из Франции. Вот такое получается содружество восточноевропейских фигуристов против двух практически французов. Монако, Франция это фактически одна и та же территория. Напоминаю, что после выступления первых двух групп участников 11 человек уже от выступали. Далеко выше всех находится Евгений Плющенко, который с результатом 84 и 71 сотая балла выигрывает пока в короткой программе. И вот мы тут задались вопросом, а что там по личным рекордам у Жубера? Вот у Жубера есть личный рекорд выше того, что сегодня получил Плющенко. Напомню, что у одного из главных претендентов на высокое место на Европе в нынешнем сезоне Хавьера Фернандеса лучший результат за короткую как раз таки равняется тем баллам, которые получил Евгений Плющенко несколькими выступлениями ранее. 84 и 71 сотая балла. Жубер же набирал 88 с половиной на Европе 2010. В Таллине тогда проходил чемпионат Европы и Бриан Жубер получил свой лучший результат. Я напоминаю, что мы продолжаем вести трансляцию вместе с российским тренером Евгением Руковицыным, который на этом чемпионате от российской сборной будет выводить на лед Ксению Маккару. Ну, так как Жень, я знаю, что прекрасно знаком ты с состоянием тел в мужском фигурном катании, благо Константин Меньшов еще в прошлом году выигрывал первенство России. Я вот честно скажу, что вот не слишком внимательно по рабочим причинам следил за первенством России в Саранске, в первую очередь у мужчин. Как там выглядел Ворон? Ну, произвольная программа меня впечатлила. То есть он достаточно уверенно исполнял все элементы. На одном дыхании так проехал. Там, скажем, может быть, не такая высокая была сложность, да, в целом. Но все, что делал, делал хорошо на высоком уровне. То есть можем мы ожидать от него неплохого результата? Абсолютно. А если вспомнить, что мы представлены тремя фигуристами на этом чемпионате Европы, еще будет стартовать Артур Гачинский, но это произойдет чуть позже. В заключительной разминке выступает еще один ученик Алексея Мишина. Ну, а также не забудем, что Плющенко пока по-прежнему первый, причем первый очень уверенно. В общем, неплохие короткие программы продолжаются. В парах у нас три первых места, в танцах первое, третье, и сейчас пока текущее первое у Плющенко. Не будем пытаться сглазить, даже наоборот, будем пытаться спокойно следить за всеми следующими участниками. Следующим участником является Виталий Лучинок, спортсмен из Белоруссии, у которого в 2012 году, все правильно, да, в 2012 году будет день рождения. Знаете почему? Потому что день рождения у него не каждый год. 29 февраля этот человек появился на свет, так что не каждый год, день в день, ему удается его отмечать. Высокий фигурист еще. Тройной флип. С трудом, но с касанием ноги, по-моему, выполнил. Тройной сальков двойной тулуп. Двойной акцент. Тройной флип. Тройной флип. Тройной флип. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот собственно и всё. Выступление Павла Казахстана из Чехии. Похоже, что с таким прокатом ни о каких произвольных ему мечтать не приходится. Сейчас мы все-таки попробуем это уточнить. Пока Пауль Фенц из Германии пролезает в произвольную программу на сумму баллов 51 и 74 сотые. Ну вот у Чеха будет что-то очень похожее, судя по всему. Мне кажется, он за компоненты не должен получать. Хотя нет, вот 575, он все-таки, да, он с именем человек, несмотря на то, что в сборной Чехии Вернер и Бжезина все-таки посильнее. Вот предварительно обходит он немца и таким образом остается в обойме, что называется. Да, вот остался он без каскада, вот это, конечно, его подкосило. Вот так уровень хороший из-за вращения, из-за дорожки шагов. Вот обходил-обходил немца, а сейчас уже меньше он получает. Тут прям борьба за сотые доли балла. 51-74 Фенц, 51-61 Игнатенко. А, ему-то нужно не Фенца обойти, ему нужно обойти Игнатенко. То есть получить можно на 13 сотых меньше. 51-62 надо набрать. Тут действительно тогда считать мы стали сотки. Как плотно, да, борьба за пучевку на произвольную программу. Власт Капривова тренирует Павла Каскова, это бывший наставник Томаша Вернера. Сейчас Вернер тренируется и под руководством другого специалиста. Ну вот, падают, падают цифры у Каски. И таким образом, если еще минуту назад по предварительным раскладам он в произвольную попадал, сейчас может из нее вылететь. Конечно, с этой новой системой оценок стало разноинтереснее наблюдать. Может, практически в режиме онлайн следить за тем, как изменяются цифры. Уж не знаю, по каким там элементам, компонентам они меняются. Но уровни видны практически сразу. А что там арбитры стоят, это чуть позже, в особенности за второй оценкой. Да, меньше, меньше, 51-34, и он пока не проходит в произвольную программу. Нужно, чтобы еще кто-то выступил хуже него. Десятый, и что получается, Игнатенко попал, украинец. 51-61, это проходной балл. А там же еще Томпсон есть, у которого 51-42, но ему вот не хватает. А кто у нас остался? Еще есть Романенко, который сейчас появляется на льду. Еще есть Ким Люсин. Но Бесеге и Ворнов должны набрать побольше, как мне кажется. Но есть еще, там, в последних разминках есть Хендрикс из Бельгии, есть Бакини, который может и выступить неплохо. Нет, но все-таки там уже будут компоненты более высокие. Может и Либерс. Нет, Либерс, наверное, нет. Либерс не может. Либерс не может. Ждем уже, наконец, серьезной борьбы, ждем четверных прыжков. А вот, кстати, я завершу разговор относительно льда. В прошлом году на этой арене проходил чемпионат мира по шорт-треку. Наверное, лед другой был все-таки. Виктор Романенков. Многократный победитель чемпионатов Эстонии. Он сам, наверное, уже сбился со счета, сколько раз он был лучшим в этом прибалтийском государстве. Но вот на чемпионате Европы был только однажды в 10-м году и занял 29-е место. Три с половиной акция. С небольшой ошибкой. Но я думаю, будет засчитан элемент. Закрученный был. Чуть-чуть на приземлении. Две ноги. Попытка исполнить. Трайный тулу, трайный тулу. Трайный лук. Трайный тулу. Трайный тулу. Трайный тулу. Виктор Романенкова Виктор Романенкова Ким Люсин появляется на льду Появляются и девочки, которые несут Виктору Романенкову букеты Предназначенные эстонскому фигуристу Но мы уже начинаем постепенно разогреваться Потому что я понимаю, что и вы, уважаемые телезрители И зрители на льду Моторпойнт-арены Не то чтобы заскучали, но уже ждут настоящей борьбы Я пока тем временем пролистывал протоколы И с очень большим удивлением, честно признаюсь Увидел заявленную программу Кевина Вандерперена Без четверного прыжка Я тут его несколько лет уже Рекламирую Как говорится, да, современным языком Что четверные это здорово, это нужно, это круто А вдруг Вандерперен без четверного Очень неожиданно Может быть тоже какая-то травма Ну, скорее всего Потому что Вандерперен этим крутят четверные много лет И крутят, как правило, очень хорошо Я где-то видел уже такую ситуацию Когда Кевин с короткой программой выходил И именно ставил себе задачу 100% прокат чистый А уже потом на произвольный пытался максимум Нельзя его за это винить Особенно учитывая, что в прошлом году ему там совсем Ну, не то что немного, но Не хватило ему до бронзовой медали чемпионата Европы Он обошел Гачинского, но проиграл Томушу Вернеру Который стал третьим Оценки Виктора Романенко 52-24 И это тоже внутри произвольной программы Он седьмой на настоящий момент И будет выступать в произвольной Увидим мы эстонца и на следующий день Это для него впервые на чемпионате Европы Кремер сначала не могла скрыть радость А потом уже Если не путаю, это его мама, Оксандра Маненкова Ну, а мы смотрим дальше Смотрим за выступлением Кима Люсина Интересный фигурист Во всяком случае Вторая его оценка может быть очень-очень неплохой Уже относительно опытный спортсмен Но особых успехов, скажем так, он не добивался Вот, любопытно Вот мне очень любопытно Вот эта вот строчка Он Монако представляет И он там занимал 12-е места На чемпионатах страны Неужели Монако столько фигуристов? Я много раз его видел на разных турнирах Он так нестабильно выступает Бывает, что в общем-то очень прилично Да, но может продемонстрировать неплохую программу Именно с точки зрения Не то чтобы хореографии А общей постановки Пронюфлик, тронюту луп С троечкой между элементами Но не на две ноги, поэтому не считают Конечно, будет засчитан на минус один каскад Вот, строго Евгений Рукавицын видит все раньше и лучше судей На минус один Два и двадцать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Трайный лупц Интересные очень шаги Коронный. Да-да, ах! Элемент, за который его помнят и знают зрителей. Но такое впечатление, что он выполнил его не до конца. Субтитры создавал DimaTorzok А так Люсин прям полюбился зрителям. Хорошие уровни. За технику получает сколько? За технику получает 30 лишних. 35. Сейчас он может... Нет, это уже начинает выставлять компоненты. Сейчас он на второе место может выйти, если достойно по компонентам оценят. Но компоненты у него, как правило, чуть ниже технической составляющей. Но тем не менее, это в тройку. В текущую тройку. А уже... Прибавил, прибавил. Сколько уже? 15 человек от выступалось. Это неплохой результат вполне. Да, сейчас уверенно идет на третьей позиции Ким Люсин. Даже если тут будут какие-то колебания оценки, они будут все же невысокими. Они будут в пределах полубалла, может быть, одного балла. И он таким образом сейчас займет третье место. Вслед за Евгением Плющенко и кем? И желтым Келеменом, по-моему. Да, и желтым Келеменом. Вот нам показывают в повторе. Это Ременкин, Люсина. Но у него отличные уровни. У него за шаги третий. Все вращения четвертым уровнем оценили. Поправили, да, один уровень. Судьи планировали смотреть повтор. Да, и вот четвертый уровень все три вращения. Техническая бригада поменяла с третьего на четвертый уровень. Ну, будем, будем уже сейчас просыпаться. Я так чувствую, что немного заскучали. Шафик Бесегье, у которого заявлен четверной прыжок, который демонстрировал поход текущего сезона четверные на этапах гран-при, на тех турнирах, на которых он выступал. Ну, а там уже настанет время поболеть и за Сергея Ворнова. После чего придет время, на мой взгляд, сильнейшей разминки. Фернандо Жубер Вернер Амодио. Я вот посмотрел на разминки. Француз пытался несколько раз в текущем четверной, но никак он ему не удавался. Очень торопился. Ну, Ким Люсин получает свои 57 и 64 балла. Это не лучший его результат, но это текущее третье место. Очень уверенно. Вслед за Плющенко Люсин входит в произвольную программу. И желтый нам Келли. Лучит красиво. Скоро их будет разделять гораздо большее число строк, чем настоящие. Французская публика начинает шумовую поддержку Шафика Бесеге. До немцев, как мне кажется, не дотянули немножко французы. Наших почти не слышно, но наши еще будут. На следующем фигуристе демонстрировать мощь шумовой поддержки, мощь своих голосовых связок и прочих громогласных инструментов. В прошлом сезоне на трофее Рика Бампара дома в Париже Шафик Бесеге добился пока, пожалуй, лучшего для себя результата, установив и рекорды во всех трех элементах, в короткой, в произвольной и по сумме. И на пятом месте на этапе гран-при он завершил тот турнир. Интересный, интересный фигурист. Нет. Тройной тулуп, тройной тулуп. Ну, так же, как на развертке. Не получилось, не получилось у него четверного. Устоял на акции. Как устоял. Три с половиной акции. Файна Лукс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот-вот публика уже постепенно раскочегаривается. Ну, действительно, очень вдохновенное выступление француза. И я вот так обратил внимание, вроде как уже пару лет относительно на виду, на слуху этот спортсмен. А на самом-то деле это его первое появление на чемпионате Европы. Никогда до этого раньше он в сборную не пробивался. Впервые в текущем сезоне занял место в тройке призеров на национальном французском первенстве. И вот сейчас дебютировал на чемпионате Европы. А как-то вроде кажется, что уже мы как-то попривыкли к этому спортсмену. А он на самом деле впервые демонстрирует свое мастерство на первенстве континента. Ну, он очень много уже выступал на разных международных турнирах. Поэтому мы уже его знаем. Ну, сейчас он, безусловно, выходит на второе место. Очень неплохо оценили техническую составляющую его программы-арбитры. Поставили хорошие уровни, оценки. И, кстати, положительные оценки, средний балл он получает за каждый из семи технических элементов. Сейчас нам поставят расчет. Тройнотель, скорее всего, не должны были оценить на плюс. Ну, вот на ноль. Ну, на ноль, да. На базовую стоимость. И тем временем на льду уже Сергей Воронов, который готовится к своему прокату. Своей футбольной программы нынешнего сезона. Не слишком успешно, мягко говоря, Воронов выступил на этапе гран-при в Москве. Он там получил что-то 61-10, по-моему, если не изменяет мне память. И занял одно из нижних мест в таблице. Ну, будем надеяться, что сейчас дела у Сергея пойдут получше. Во всяком случае, потенциально, мы знаем, он способен на многое. По-прежнему никаких изменений на верхней строчке таблицы. Там уверенно, даже не знаю, как сказать, выседает Евгений Плющенко. 84-71 сотая. И спокойно готовится к выступлению в последней разминке на следующий день соревнований в производных программах. Шафель Бесюгье. Вот так они уйдутся его оценки. И действительно, он выходит сейчас на второе место. Но абсолютно справедливо, конечно. Да, тут никаких вопросов. Хороший чистый прокат. Красивая зажигательная программа. Итоговая оценка за короткую программу француза. 63 балла и 12 сотых. Даже вот сняли ему один. Ага, за превышение времени дедачный. Один балл с него сняли. Так было бы еще 64. Шафель Бесюгье. Текущее второе место. Сезон-бастом получил. Лучший результат сезона, да. На льду двукратный чемпион России, обладатель бронзовой медали минувшего первенства страны. Сергей Воронов. Ну, Жень, знаешь, наверное, Воронов, он же когда-то тренировался в Питере. Конечно, знаю. Ну, я понимаю, что знаешь. Я имею в виду, что в Питере он чаще всего находился так, под более пристальным вниманием. Каковы изменения произошли после последней смены тренера у Сергея? Трудно сказать. Я сейчас и редко его вижу, да. Но, что последний чемпионат России, да. Не могу сказать, что там прямо что-то сильно изменилось. Ну, посмотрим. Программы другие стали. Вот нам, где написали, 61-15, как раз на этапе гран-при на Хадырке он показал. Четверной. 4-2. 4-2. Буду смотреть ревью. Ревью будут смотреть, повтор. Буду смотреть, но тем не менее... Вот это круто. Ах, бабочка Акселя. Полтора оборота Аксель только. После четверного. Вот всегда так бывает, что... Чуть-чуть подрасслабился. Аксель у него коронный элемент. Тройной Риттбергер. Тройной Риттбергер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, к сожалению, не удался Аксель в три с половиной Сергею Ворнову. Ну, да, засчитали ему докрученные два прыжка в каскаде четверной тулуп плюс двойной тулуп. И для тех, кто, может быть, не слишком давно. Вот, сердечки полетели, сердечки полетели на лёд. Зрители признаются в любви Сергею Ворнову. Возможно, это те самые российские болельщики. Вот и флаги на трибунах тоже мы уже видим. Наши трёхцветные триколоры. Ну, что же, неплохое выступление, хотя, конечно, казалось бы... Молодец, Серёжа, молодец. Лучше хотелось бы, но тем не менее. После бабочки на Акселе исполнил прекрасно трейхоритбрид. А вот хотел спросить, Жень, расслабился ли? Или, может быть, потратил столько сил на четверной, что не хватило на Аксель? Нет, не думаю. Я думаю, что всё-таки чуть-чуть потерял концентрацию перед Акселем. На мой взгляд, вряд ли. Всё-таки это второй элемент. Спортсмен прекрасно готов к старту в целом. Поэтому, на мой взгляд, это чуть-чуть небольшая потеря концентрации. Может быть, как-то лишние мысли делать. Что-то в этом роде. Ну, и для тех, кто, может быть, не слишком давно смотрит фигурное катание или не слишком хорошо разбирается в правилах, они уже не совсем новые. Но, тем не менее, скажу, что 4-2, согласно правилам фигурного катания, это гораздо более весомо, чем 3-3, если говорить об одинаковых прыжках от тулупов. Это тоже стало не так уж и давно. Потому что раньше... Стоимость четверного была ниже. Да, ниже, поэтому сейчас поменяли уже несколько лет. Но сейчас один четверной – это уже базовая стоимость выше, чем два тройных прыжка. А ещё, когда двойной тулуп сверху, это 11-6 базовой стоимости. А вот, к примеру, сравните два тройных тулупа в каскаде... 1-6 – это базовая стоимость каскада. 4-4 плюс двойной тулуп. Да, да, да. А 3 плюс 3 – опять-таки тулупы. То, что нам продемонстрировал предыдущий спортсмен. 8,2 всего лишь. Разница в 3,5 балла базовая стоимость. Ну, хватит рассуждать о цифрах. Мы смотрим, как Сергей Воронов ожидает своих оценок вместе с тем сердечком, которое им дарили зрители. И ждём итоговой суммы баллов. Ну, вот не очень она высока. Не очень. Третье. 60,88 балла. Компоненты, что ли, да, поставили? Компоненты 30... Да нет, и компоненты не то, что не очень высокие. Выше остальных, за исключением Плющенко. По технике не добрал относительно Бесиге больше 5 баллов. Ещё и Келимин. Келимин упроиграл. Таблица сейчас будет на ваших экранах. По-прежнему никаких вопросов относительно лидерства Евгения Плющенко. И сейчас очень радует третья позиция Сергея Ворнова. Хотя, конечно, после двух следующих групп участников он опустится по таблице. Спасибо.